А сейчас мы начинаем брифинг народных депутатов от фракции оппозиционного блока Костянтина Павлова и Юрия Павленко. До каких пор можно издеваться над людьми? На всех встречах люди возмущаются и величиной тарифов, и теми копейками, которые правительство называет субсидиями. В Кривом Роге мы открыли зеленую дорогу оформлению субсидий и льгот тем слоям населения, которые в этом остро нуждаются. Организовали дополнительных представителей социальных служб для улучшения и ускорения процесса оформления этих субсидий. Но, как и во всех стране, есть реальная проблема. Это реальное оформление субсидий. За два года государство больше десяти раз меняло условия. Подчеркну, правила устанавливаются именно в Киеве и именно для всей страны. Раньше было просто. Коммунальные платежи составляли не более чем 10 и 15 процентов от дохода семьи. А сейчас, после того, как запущен сложный алгоритм расчетов с применением так называемой обязательного размера платежа, не то, что пенсионеру, доктору физио-матемических наук, невозможно разобраться в этом вопросе. Даже, как говорит пословица, даже после 100 грамм. На самом деле, все эти сложные расчеты, сокращение норм потребления газа и так далее направлены на одно. Сократить количество людей, которые имеют право на льготы и субсидии. Вот подтверждение. С апреля 2017 года субсидии лишили миллион семей по всей территории страны. И это не потому, что люди стали жить лучше, а потому, что правительство решило сэкономить именно на наших жителях. Деньги власти нужны. В три раза с 2013 года увеличено финансирование на содержание аппарата Верховной Рады, кабинета министров и правоохранителей. Вот только все это за счет людей, у которых отбирают последнее. Говоря об актуализации пенсий, так вот, в результате этой процедуры, если мягко и без грубостей так можно выразиться, то некоторые пенсионеры получили прибавку пенсии в 200-300 гривен, а лишились при этом поддержки в виде субсидии 500 гривен. И некоторые нормы теперь выглядят вообще абсурдно. И именно об этом конкретно говорят криворожане, которые приходят ко мне на личный прием. Теперь для определения права на субсидию считается, что неработающие лица трудоспособного возраста все равно имеют доход в размере двух прожиточных минимумов. Это кто так решил, что безработные якобы в черную получают больше 3,5 тысяч гривен. Таким образом, для семьи из трех человек, в которой реально работает только один взрослый, получающий примерно 3400 гривен, ответственные за назначение субсидий считают, что доход такой семьи составляет не 3400, а 8686 гривен. То есть в каждую семью, где есть официальный безработный, государство засчитывает доход семьи по 3,5 тысячи фиктивных гривен, лишая их права на субсидию или существенно уменьшая ее размер. При этом важно понимать, что коммуналка за двухкомнатную квартиру с 2013 года выросла в 5-6 раз. При этом так посчитайте, как выглядит реальный бюджет семьи с доходом 3400 гривен. Что сделано? Первое. Направил официальный запрос на Минсоцполитики, на основании чего? Они считают, что все безработные откуда-то с неба получают каждый месяц по 3500 гривен. Второе. Обратился профильный комитет Верховной Рады, чтобы в зал голосования немедленно был внесен законопроект, разработанным Александром Вилкулом, в части запрета выселения на улицу людей за долги по коммуналке, потому что на улице могут оказаться десятки тысяч пенсионеров, ветеранов и наших детей. Третье. Внес законопроект об изменении бюджетного кодекса, чтобы у Кривого Рога не отбирали колоссальные ресурсы из городского бюджета, а хотят отнять больше 300 миллионов. Это в 1,6 раза больше, чем в 2017 году. Киев со скрипом, без наших безапелляционных требований, отдал 17 миллионов Кривому Рогу в виде компенсации на разницу в тарифах. Но это копейки по сравнению с тем, что государство должно криворожским предприятиям. Городская власть и так вынуждена снимать деньги с ремонта дорог, крыш, для того, чтобы обеспечить людям максимум социальной поддержки при таком безумном уровне тарифов. Но сейчас коалиция хочет отобрать города и это возможно. Мы, криворожские депутаты, требуем справедливости по отношению к людям Кривбаса, к трудящимся Кривбаса. Люди, которые работают на благо Кривого Рога и нашей страны, не должны жить в нищете. Спасибо за внимание.